Всем доброго времени суток! Сегодня я поеду из Ахена в Леж Это из Германии в Бельгию Ну и покажу Переезд границы Как это происходит Смена латеральной сигнализации Смена питания Где что, ну как я вижу это своими глазами Давно я ничего не снимал А вот сегодня будет такая возможность Светофор мне открыли Напомню, я еще раз нахожусь в Германии У меня правосторонное движение здесь Погнали Сегодня я везу уголь 1448 тонн Г90 300 метров ровно Электровоз 728 Это Trax 186 модель Нужно проверить И все нормально Реакции в составе сильных нет Ничего не свистит Не шипит И сопротивления тоже нет Теперь трогаемся Ехать здесь не совсем много Всего 6 километров до границы Потом туннель И я попадаю сразу в Бельгию Так, снимаем Нидерлаком Так, светофор у меня Это позиция HP2 То есть зелено-желтый вертикальный У немцев у них по позициям идет И буква M Это показывает, что это в сторону Монсона Это у меня светофор Не входной, не выходной То есть это проходной светофор У них это ZZIG называется Средний Он мне Показывает, что у меня максимальная скорость Ограничена 40 км в час До следующего светофора Проверь в который Вместе с хвостом поезда Я могу повысить скорость Потом у меня повышение 60, ну и 80 Данной скорости я Не добьюсь Потому что сейчас сильный подъем будет И у меня почти максимальный тоннаж Максимальный вес на подъеме 1550 тонн Сейчас дождей нет Но когда дождей нет Уже электровозу трудно А когда они есть Это вообще полный финиш Свыше этого веса То есть там говорят 1800 2000 тонн Там две с половиной Они ставят толкача Сзади По-моему он с трудом это чувствуется Это обращительный светофор Это обращительный светофор С трудом у нас С трудом конечно Но это всегда так Сейчас небольшой спуск будет В патину и потом резкий подъем Так сбрасываем Я не знаю хорошо будет видно или нет Потому что сильный сон сейчас Уже 8 вечера как-никак Но все равно Бьет конкретно Так я себе оттушу Вот выходной светофор От него 300 метров И повышаем скорость Сначала 60 А потом у меня идет по фарплану 80 Но я 80 никогда Да и 60 не достигну Так 34 Начинаем растягивать поезд 150 метров осталось Шлифовая скорость Шлифовая скорость Шлифовая скорость 80 метров 38 скорость 42 метра 40 скорость Максималка Усилие сейчас идет 280 килонитон Сейчас я еду по Сентя 15 тысяч Переменный ток Зайду в Бельгию Пройду до Монсена Это Приграничный вокзал Со стороны Бельгии И прямо перед этим вокзалом И идет смена питания С 15 тысяч На 3 тысячи Ну вот 45 Уже подъем пошел Сейчас уже по идее Восемь должен ехать Восемь должен ехать По идее У меня был рейс Из Ахена В Антверпен Напрямую Но С счет того Что вчера Небольшие проблемы Были на линии 24 То многие поезда Остались в Ахене И поэтому сменили Я поеду сейчас Дальежа С поездом А потом из Лежа В Антверпен Пустым И назад Из Антверпена В Ахен Также с поездом Ну вот скорость Сейчас 46 Опоздание Сколько у нас идет Опоздание 67-минутного Ключа А你要 Ключа Шин Ахен В likes С uk Ключа На границах нужно будет сменить сотовую связь, перейти из режима Германии в Бельгию, и сегодня также нужно будет сменить номер поезда, потому что в Германии я под одним номером еду, а с Бельгией я начинаю ехать с другим. Почему так? Потому что если заказывать расписание постоянно под один и тот же номер, то это стоит. Они, если поезда не ездят, они в основном используют старое расписание, потому что они по Германии, если я точно не могу сказать, но по памяти это 20 часов оно действует, а по Бельгии у нас 18 часов расписание действует. Поэтому если данные поезда подходят под расписание, то они пускают так. Но нужно только, чтобы документы были разные, чтобы номера поездов были прописаны в документах. на том, чтобы не было, чтобы не было ни одной и одной и одной иной. Это был последний немецкий светофор. Это повещающий светофор, но он повещает по-бельгийскому. Здесь справа сейчас знак стоит. это для толкачей, здесь уже нужно окончить толкание. Заезжаем за оповесительный, сзади стоит главный стафор в другую сторону, то есть он заезжает за него, останавливается, меняет кабину, спускается назад в Нейсвахин. Так, сменяем сразу связь и потом меняем номер поезда. Граница физическая, она проходит здесь в туннеле, по шпалам это видно. Так, я поменял, связь сменил, тебе много поезда. И сейчас пошел спуск. Скорость опускаю, у меня было ограничение 8 по Германии. Так, сейчас переходит у нас ПЗБ-ФТБ, окей, подтвердить, есть номер, сменился. И теперь у меня левостороннее движение, но здесь приграничная зона и немного по-другому все. Оно левостороннее, но неправильное, то есть у меня знаки, ай, знаки, светофоры стоят, левостороннее движение справа. Так, все, теперь нужно скорость набрать и проверить поезд на торможение. То есть у меня светофоры правильного движения стоят справа, хотя они по регламенту должны стоять слева, а не правильного слева. Но если присмотреться, то они развернуты. Ну, сейчас будет видно. Так, тормозим. Фарфор мне не нужен больше. Чего-то много поездов идет вниз. Пробка целая. Кракатила проверили. На этом отрезке это одно из исключений из правил. По правилам неправильного движения стофоры они могут находиться слева. Правильные движения могут находиться справа, по линии, где максимальная скорость 40 км в час, и у них стрелка синяя стоит, указывающая на путь, к которому авиа относится. Ну, здесь происходит смена сигнализации в таком виде. Линия 24. Есть другая линия, когда из Ахина главного поднимаешься через Херцогенрад. Да, Хергенрад. И потом сразу едешь в Херцогенрад и по линии 39, через Верве, сразу влежь. Я снимал, кстати, видеоролик на дизеле, когда ездил, вот мы через Айполи, если. Когда здесь было закрыто все. Потому что с немецкой стороны они ремонтировали пути. Так, как будет происходить смена питания у меня теперь? Вот у меня идут анонсы, надо пустить пантограф, ну и мост. На Москве это происходит. Так. Вот. Опускаем пантограф. Смена происходит у меня. Перехожу на треть тысячи постоянной. Проехал уже поднять пантограф. Поднимаем его. Так. Выбираю что-то второй. Ну, вторая кабина у меня здесь. Здесь у меня сейчас замедление 60 будет. И я перехожу в нормальное движение. То есть, когда у меня нормальный стопор стоит слева, а не нормально справа. Так. Замкнули ее. Так. Тормоза сбрасываем. 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 Ну вот, стрелка 60, и я перехожу в нормальное движение, и светофоры впервые встать по-нормальному, неразвернутые. Если влево поехать, то заезжаешь в Монсон, здесь раньше очень большой вокзал был, половину уже сняли, все. Раньше, это до 2007 года, еще спускали с дизеля, то есть здесь в основном люди работали в приграничной зоне, то есть отсюда в Ахен и назад, и так два или три раза за смену на дизелях, а потом электровозы везли поезда либо дальше в Антверпен, в Зайбрыге, вот, а потом куда еще, во Францию возили, в Леш, из Вежа, также во Францию, либо в Голландию, назад возвращались. Вот, стрелка 60, и я перешел в лехсторонное движение, все, 90. И сейчас будет постоянно спуск. Так, 150 стоит, все. Многие, конечно, задаются вопросом, почему так долго я ничего не снимал. Ну, у меня с начала года с этого очень сильная загрузка по работе. У меня в среднем, я посчитал, выходит 52,17 часов в неделю рабочую. Когда обычная семина, ну, рабочая неделя, 38 часов. Сейчас просто, ну, не хватает кадров слегка, работы много. Так, короткая секция уже ненормальная, там занят будет. Поэтому особо времени не снимать, заниматься этим не проблемой. Просто элементарно хочется домой прийти, да, отдохнуть. Плюс рейсы, постоянно что-то новое. И как вот я, когда в Бельгии работал, все время одно и то же по накатанной. Что в Германии, я, может, и говорил, может, и имел уже помощь, сыграет. Мы работаем для ДБ, для ДБшенкер, то есть, ну, для немцев, немецкие железные дороги. Также подряд идут для СББ, это швейцарские железные дороги. Иногда бывают поезда с Австрии, это очень редко. И мы гоняем частные поезда, то есть, которые под нашим контрактом полностью. Ну, на сто процентов. Вот, а-ду-я. Что это означает? Это означает, что и машинист, и электровоз, и все, что касается заказа, расписания, разработки контракта. Потом персонала, который обслуживает поезд, все это идет изначально из Бельселя. Подписывается. Без портонариата, с немецкими железными дорогами. И там, как говорится, я один персонал обработающий. Машинист выполняет роль не только машиниста, но и у меня также рецензия есть на... как это, охотчика. Также я могу проверять тормоза на всем поезде, а не только, как верхние, на первом вагоне. Но там много наворотов своих. Поэтому, физически ты устаешь, да, и постоянно не все идет как по плану, запланировано. Ну вот, как я говорил, сегодня есть возможность снять. Снимем. Многие мне уже стали писать, куда пропал, там выкинули, наверное. Да нет? Если бы выкинули, то уже давно было ясно. Да, так, немного замедляем поезд, потому что уже 88 идет. Вентилятор надо поставить, а то что-то жарко. Сейчас у меня будет по идее движение по встречке, потому что они чуть дальше разобрали пути, чтобы заменить шпалы и уже работают как третью неделю. Сейчас если следующие два желтых покажут, значит что-то поднимается в другую сторону. Если желтый горизонтальный, то значит меня уже ждут. Внутри ничего не видно. Внутри не обратно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Жду. Нормально. Значит никто не едет. Дальше 60 стоять будет на следующем светофоре. Дальше 90 еду. Чуть дальше, чтобы тормозить. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сейчас будет скоро опять замедление 60 Там где работа активная Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот я спускаюсь здесь я еще ни разу не снимал что-то направление на германию и в основном и сейчас я дальше поеду то я спущусь к мосту который уже отремонтировали на нем скорость опять 90 вместо раньше 20 и когда я работал в лежа то я на этом заезжал с правой стороны как с правой я заезжал с левой целый круг прижал и если вы сейчас я здесь нахожусь туда я выезжал у меня там с правой стороны по идее поезд ехал слева и лишь находится напрямую железо дорогу там трудно сделать очень мало места поэтому танцевать с подъемом плюс таким образом уже было ограничить подъем не прямая а нет сняли уже все сняли 60 ограничений до сегодняшнего дня действовало походу до 18 часов в строках написано что у нас бывает что на выходных они в сотках пишут но крокодилы еще стоят то есть нужно подтверждать выполнять знак который висит знак убрали крокодил отключили так замедление 40 на следующем светофоре я ухожу вправо и потом по кругу спускаюсь влево стрелка правая а потом вираж такой длинный влево так что у нас есть и так что у нас есть и 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 Сейчас закончили работы с левой стороны, на следующей неделе начнут все бесплатно справа, потому что рельсы уже лежат на замену. Замедлим максимальную скорость, чтобы проезд по стрелкам без реостата. Продолжение следует... 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok